Всем привет, друзья, с вами Арти. Сегодня познакомимся с очередной артсау 10 уровня Т-92. До нерфа я просто обожал Т-92. То, как она карала всех, я до сих пор не могу забыть. Но давайте не будем смотреть назад, а глянем реальности в глаза. Что мы имеем? У Т-92 огромный разовый урон. Конечно, сейчас появилась британская артсау, которая составляет не слабую конкуренцию нашему американцу. И в позапрошлом видео я сравнивал конкуэрер Гангерич и Т-92. Сейчас повторяться не хочу, но Т-92 проигрывает своим одноклассникам 10 уровня по некоторым характеристикам, такие как скорость сведения и точность. Однако стоит прокачать пару умений экипажу и поставить модули, как тут же появляется комфорт в управлении этой САУ. Давайте рассмотрим характеристики. Орудие 240 мм. Самый большой калибр в игре, который пугает своими цифрами. Пробитие осколочно-фугасным снарядом, будь то обычный или голдовый, 120 мм. Бронебойным – 370 мм. Урон составляет 2250 единиц для осколочно-фугасных и 1800 единиц для бронебойных снарядов. Именно поэтому хорошо использовать бронебойный снаряд, когда остаешься один на один с врагом и знаешь, что тебе предстоит встречать его в ПТ-режиме. Скорострельность – 1,13 выстрелов в минуту, то есть передорядка составляет примерно 46 секунд. Разброс – 0,92 метра на каждые 100 метров, а у того же Конкуэр Гангерич – 1,1 метра на каждые 100 метров. Сведение – 8 секунд, но в бою почему-то это кажется немного дольше. Максимальная скорость – 32 км в час. И то эта цифра восхакивает в том случае, если САУ едет под горку где-нибудь на Эль-Халуфе. Углы горизонтальной наводки – от минус 12 до плюс 12 градусов, ну такой средний показатель. Обзор – 400 метров, достаточно хороший обзор для САУ на данный момент. Дальность связи – 745 метров, что позволяет видеть всех на карте. Оборудование – как обычно, досылатель, чтобы хоть как-то компенсировать и так долгую перезарядку. И усиленные приводы наводки. Также не забудем про маскировочную сеть. Ставить что-то другое просто не вижу смысла. Снаряжение – ремкомплект и аптечка, ну так, на всякий случай. И советую поставить ящик колы, если же, конечно, позволяют финансы. Если финансы не позволяют, как это в моем случае, то давайте поставим бензин. Боекомплект. Советую использовать всего лишь несколько бронебойных снарядов в боекомплекте. Ведь разброс просто ужасный и по секрету скажу, что снаряды у Т-92 очень-очень часто летят не туда, куда мы хотим. Я ее называю самой косой САУ в игре. Но ко всему можно приноровиться. Лично у меня в боекомплекте один бронебойный снаряд, и то на крайний случай, если придется отбиваться от тяжелых вражеских танков в ПТ-режиме. Все остальное советую заполнить осколочно-фугасными снарядами. Обычными или же, если есть возможность, голдовыми. Разлет осколков у обычных фугасов 8,1 метра, у голдовых 11,6 метров. Голдовыми фугасами очень хорошо выковыривать врага из-за зданий. Беспокоиться за скромный боезапас в 16 снарядов не стоит. Т-92 попросту с таким сведением и перезарядкой не успеет их израсходовать за весь бой. Экипаж 6 человек. А вообще экипаж Т-92 состоял из 8 человек. Заряжающих было 4, а в игре их у нас 2. Это допущение связано с игровым лимитом в нашей игре. Экипаж не может превышать более 6 человек. Умение экипажа. Сначала всем качаем маскировку, а у командира 6 чувство. Далее боевое братство. В третьем у командира маскировку, у наводчика плавный поворот башни, у мехвода виртуоз, у радиста из последних сил, у заряжающих бесконтактная боеукладка и отчаянный. Ну а если вы дошли до 4 умения, как я, то предлагаю прокачать ремонт. Собственно умения моего экипажа выглядят так. Из достоинств могу отметить огромный урон и большой радиус разлета отсколков. Из недостатков плохая скорость, отсутствие отрицательного угла вертикального наклона. Это может привести к тому, что если к вам приедет вражеский ЛТ или СТ, вы просто-напросто не сможете по нему попасть в ПТ режиме, ведь ваше орудие вниз не склоняется вовсе. Долгая перезарядка, долгое свиение и не лучшая точность. И сейчас один бой, быстрый, незанудный. Поехали! Итак, карта Рыбацкая бухта, очень хорошая открытая карта, на арте на ней играть просто шикарно. И я сейчас займу свой любимый угол, это квадрат А1, Б1. Почему именно сюда? Потому что с этой позиции будет простреливаться хорошо и город, это 7-8 линии и также зеленка, то есть 1-2 линии. И светится уже два тяжа, КВ-4 и Тигр-2, я сюда свелся, повторюсь, что сведение 8 секунд, но в игре оно кажется больше, где-то секунд 12, ровно точно навожусь на Тигра-2 и ему заходит прямое. Пока идет перезарядка, кстати, перезарядка у меня составляет, как вы видите, 44,7 секунды, это с учетом того, что у меня прокачано боевое братство и стоит досылатель. Так вот, пока перезарядка, хочу сказать вам, как надо целиться на Т-92. Чтобы не было перелетов-недолетов, вообще эта арта, как бы у нее, да, случается, всякие перелеты-недолеты, даже снаряд уходит вправо-влево, то есть это для нее свойственно, она самая-самая косая, на мой взгляд, ну, из десятых артов, во всяком случае. Потому что я знаю, на лоу-левеле есть еще арты косее, поэтому если вы хотите чаще попадать на Т-92 именно в цель, то нужно сводиться точно на танк. И сейчас КВ-4 получает от меня сплэшем, у меня был заряжен голдовый фугас, у которого радиус разлета осколков 11 метров, и КВ-4 просто на 400-500 хп от меня получил, при условии, что он уже уезжал за камень, пытался спрятаться, но голдовый фугас его настиг. Итак, пересвожусь в город, вижу, что у нас зеленочка, первая-вторая линия, ну, просто шикарно они справляются, я там тоже дал дамаг, расчистили немножко ее, так сказать, чтобы наши продвигались, и сейчас я пересвелся на другой фланг, чтобы помочь, потому что в городе там у нас борзеет и сотка, и 110-й за ней, и все-таки я решусь стрелять по более крупной цели, по Е100, потому что в него попасть, ну, будет немного легче. И небольшая пауза, давайте посмотрим, как я свелся на Е100. Мой прицел находится точно ровно на нем, то есть не за ним, не перед ним, а точно на его башенке, и в большинстве случаев такое вот сведение вам гарантирует стопроцентное попадание. Сразу же делаю выстрел, снаряд у меня уходит немножко правее, у меня не случился недолет, не перелет, у меня случился уход снаряда вправо, уход снаряда в сторону, от этого уже никто не застрахован, мне сказали накрыл, но даже с плэшем я снял у него более 700 хп, что не может радовать. Итак, сразу же переезжаю после выстрела и еду дальше по зеленке, потому что ее отжали, и просто грех не воспользоваться такой хорошей позицией, ведь отсюда может хорошо простреливаться город. И вот тут у меня случилось небольшое замешательство, здесь выбор либо стрелять по Е100, либо по 110, они оба двигаются, 110 вообще уходит иногда из прострела, но вижу, что Е100 все-таки высовывает свою жопку, которую он думает спрятал, и этим грех не воспользоваться, делаю выстрел и заходит ему прямое, проходит очень хороший дамаг, и я забираю Е100. Дальше переезжаю к камушку, потому что у нас на зеленочке небольшие проблемы, меня могут засветить, я спрячусь за камень, и замечаю, что на карте, на мини-карте светился вражеский ЛТ, Т71, он едет убивать Арту, и видимо он направляется уже куда-то к квадрату Б1, А1, и вот он светится уже на квадрате А3. Я прошу нашего Ваффентрагера помочь, он реагирует, он реагирует не сразу, он реагирует чуть-чуть позже, но все равно он как бы немножко реагирует, и я думаю, что он поедет туда, но он туда не едет, он пятится назад, я не знаю, зачем он это делает, я уже прячусь с другой стороны камня, и еще опять прострел в город, и меня светит уже зеленки, то есть вот такая вот ситуация, я сначала думал, что зеленку отжали, но нет, у меня загорелась лампочка, но я рискнул, и я никуда не стал переезжать, потому что у них одна арта, и у них тоже Т92, которая будет сводиться на меня очень долго, если она еще будет сводиться. В таких случаях я иногда сам не свожусь на врага, потому что он очень долго, и есть вероятность, что он просто пропадет за свет, и сводиться на него просто нет смысла. Делаю выстрел по Т34, попадаю и сразу же переезжаю уже в кустик, прячусь, потому что стоит на позиции, на которой стоял я, но просто нельзя, ведь там нету никаких прикрытий, а найти кустик, но это хорошее дело, ведь у меня прокачана маскировка, плюс стоит масс-сеть, поэтому меня вряд ли в нем заметят, если же, конечно, я не буду стрелять, когда враг будет находиться очень близко. Я понимаю, что мне нужно уже выбрать какую-то цель, у меня перезарядка подходит к концу, Т34 пропадает за свет, но я веду 704, хорошая, крупная, жирная цель, он сдает задом, никуда не торопится, я на него свожусь, он пропадает за светом, но траектория движения его мне была известна, плюс я находился в трех квадратах от него, поэтому даю ему прямое, не знаю, сколько дамага я ему нанес, но думаю, что ему досталось там хорошо. В городе у нас тоже все в порядке, наши аддэфились, и там вроде бы начинают немножко поддавливать, остался у них один светляк. У нас же здесь на зеленке остался только Т34, на которую я свожусь, пытаюсь как бы свестись, он находится немножко за холмиком, но все же, когда он подъезжает к краю, я могу ему накинуть, если он еще простоит здесь буквально 15 секунд, то он получит свою счастливую плюшку. Замечаю арту, свожусь на арту, потому что она у меня точно будет в простреле, нежели Т34, ей дают дамаг, остается у меня всего ничего, просто я хидаю ей на ход и собираю арту, ну, так, да, закрытил фраг, можно сказать. Бой получился довольно-таки быстрый, в этом бою я хотел вам показать только одно, это как наводиться на Т92, и то, что если у вас случаются какие-то перелеты, недолеты, и если вы наводитесь при этом правильно, то это уже не ваша вина, это вина ВБ-эра. Вот, на А704 у меня прострела нет, он уходит, и мне просто ничего не остается делать, как смотреть, как его добивают. Ну, а вообще Т92 на самом деле классная машинка, очень с хорошим сплэшем, который решает 11 метров, это самый большой сплэш в игре, он больше, чем у Конкуера Гангерич, буквально на чуть-чуть, но все равно больше, поэтому, ребят, если у вас есть возможность зарядить голдовые фугасы, заряжайте и карайте врагов, выковыривайте их из-под камней. Если вы хотите еще больше видео по арте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии, с вами был Арти, всем пока!